всем привет сегодня поговорим какая должна быть в идеале размером беспроводная клавиатура и вообще нужна ли она не к сожалению нету беспроводной клавиатуры стандартного размера подразумевается обычная до клавиатура будем использовать вот такой вот импровизированная за год кабелем но все же в таком исполнении беспроводные клавиатуры спокойно продаются вот реализуется по цене в районе тысячи может чуть дешевле там плюс-минус рублей обычная офисная но беспроводная подключение у нее свисток будет такой они провод ну и соответственно будет ставить батарейки там какие мизин где на мизинчиковый где на пальчиках основном на пальчиковых работает какие на одной какие на двух вот не помню только сейчас появились какие-то либо варианты типа игровых клавиату знаю что есть подсветки с подсветкой на полу по поводу типа игровые там с таким посылом даже типа в игрушки играть не знаю но как считается всегда что проводная лучше и смысла подыграть воли кит онлайн где важно быстрота реакция лучше использовать проводную клавиатуру но опять же в общем обычная все понают есть варианты поменьше беспроводных вот у меня есть как образец вот такая вот клавиатурка маленькая да на глоготип не смотрите там dns это просто для простца не обязательно что-то про него говорю она принципе небольшая вот управление подключение значит тоже с помощью ты такого же свистка и соответственно работает она на батарейке могу оторвать сейчас покажу вот получается две мизинчиковый батарейки и свисток отключаем и используем данный размер очень удобен ее можно с собой перевести куда либо много места на не занимает по длине наверное это в районе получается 30 так но 27 с половиной в районе 30 сантиметров общем клавиатурка принципе вы везде можете с собой брать но опять же для чего она нужно играть в игрушки такое себе печатать тоже неудобно чисто для какой-то вот работы которая за компьютером которая не требует постоянного до печатания текста можно конечно приспособиться ко всему как бы мы на телефоне тоже печатаем и долго но все-таки для длительной работы удобнее вот будет классическое исполнение нежели вот такое вот миниатюрное так скажем вот опять же совсем под задачу кто как привыкнет но такой вот вариант и соответственно к этой клавиатуре мышка нужно будет можно принципе такую же беспроводную использовать с таким же свистком также нам будет батарейкой только здесь пальчиковая и свисток подключает есть исполнение что сразу на одном свистке адаптере и клавиатура и мышка привязывается но это если вы будете покупать комплектом клавиатуры плюс мышка то у них будет все на одном вот есть мышь которые уже идут со стройным тусом ты им не нужны уже никакие свистки они подключаются напрямую то бишь у них есть передатчик может если надо будет вот так спал использовать такую миниатюрную клавиатурку и мышку то значит два нас коннектора либо в одном либо подбираем с прием с bluetooth датчиков да но они соответственно будут дороже чем в таком варианте вот есть еще вот такие вот миниатюрные клавиатурки совсем мини вот буквально длина у них 15 сантиметров 14 но у них уже стройный тачпад идет то бишь мышку можно уже не использовать и спечатать них есть подсветки разные варианты вот ну и всякие фонарики тут лазерные указки но это все мелочевка особо не нужны вот но здесь можно и печатать также но на длительной дистанции вы ничего тут не напечатаете но ты мне такое управлять хорошо допустим к телевизору к плазме подключить да вот что-то там управлять нажимать чем пультом обычного телевизора в принципе даже и вот эту культуру можно использовать как пульс для телевизора предложено подключение они работают уже от встроенного аккумулятора батарейки не надо и правильный такой же свисток он у меня там подключен к ноутбуку я его к плазме подсоединил там ноутбук такой без монитора матрица была разбита и отключил и оставил только вторую часть ноутбука и в принципе это все работает и вот этой клавиатуры я управляю включая ноутбук и там windows окружается и там фильмы какие-то посмотреть еще что-то но в основе это фильмы идут опять же ты таким образом использую такую клавиатуру примерно это выглядит так я спрятал коробочку она что-то лежит можно сказать под столом над колонками самым включаешь и управляешь уже этой клавиатуркой пишите в комментариях какая какой размер беспроводной клавиатуры по вашему мнению идеален и вообще стоит ли использовать подобные клавиатуры или все-таки остановиться на классическом исполнении клавиатур проводных всем пока на канал подписывайтесь до новых встреч